РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая, и мы сегодня будем говорить даже не о словах, а скорее будем говорить о звуках, хотелось бы мне сказать о музыке, но, может быть, шире, о шумах и о тишине. И в гостях у меня композитор и пианист, замечательный человек, который очень интересуется самой разной музыкой, создаёт самую разную музыку, Пётр Айду. Добрый вечер. Здравствуйте, Пётр, да. Преподаватель Московской консерватории, выпускник и преподаватель Московской консерватории. Мы хотим поговорить сегодня о том, какие звуки окружают нас в городе. И вот таким поводом к нашему разговору стала прекрасная книжка Сергея Румянцева, которая называется «Книга тишины. Звуковой образ города», которая вышла несколько лет назад, и которую автор не успел закончить. И Пётр как раз занимался тем, что эту книгу собирал и выпускал. И сейчас, почему мы ещё о ней говорим, что только что вышло второе дополненное большое издание этой книжки, которую вот я с огромным удовольствием прочла. И я думаю, что и Пётр тоже может её рекомендовать. Почему она произвела на вас такое впечатление, книга Сергея Румянцева? — Откуда вы знаете, что она произвела на меня впечатление? — А вы пишете об этом в предисловии прямо. — То есть вы всё-таки читали? — Я читала, я искала, что она мне понравилась. — Извините, это шутка просто. — Я затрудняюсь сказать, почему именно, но, собственно, мне придётся пересказать то, что я уже написал, потому что мне больше нечего сказать. Я, в общем-то, всё написал в предисловии про свои отношения к этой книге. Действительно, это одна из таких книг, которые почему-то привлекли внимание моё совершенно по каким-то необъяснимым причинам. Я не могу сказать, почему мне захотелось её купить, когда она вышла в 2003-м, кажется. Надо сказать, что к тому моменту автора уже не было в живых, и он эту книжку не дописал до конца. И, собственно, она была составлена из тех материалов, которые он готовил. И это название тоже, ну, это было одно из названий, которые он предположительно мог использовать. Так что эта книга изначально была такой опус-пост. И, наверное, меня привлекло название, что ли, в этой книжке, когда я её увидел. Действительно, оно такое достаточно яркое. — Яркое, потому что мне кажется, что никакой тишины в звуковом образе города нет. — Ну, в том-то и дело. Об этом, собственно, там и речь. Но там много о чём речь. И я могу сказать, что в результате действительно интуиция меня не подвела, потому что в этой книге оказалось огромное количество информации, такой, которой нету на поверхности, её трудно обнаружить. Особенно в то время было трудно обнаружить. Там рассказывалось, например, о шумовой культуре, о том, что происходило в 20-е годы, про Арсения Авраамова, про которого вообще не было ничего известно. Вот в то время, пока я учился, например, в консерватории, такого человека вообще не существовало. Но его и сейчас не существует как бы в консерватории. — А это удивительный композитор-авангардист, который писал музыку из заводских бутков. Я не могу назвать, потому что он вроде как композитор, но, с другой стороны, музыки-то его не сохранилось практически никакой, кроме каких-то довольно банальных пьес небольших, которые вряд ли бы сделали его легендарной фигурой. Я думаю, что он — это человек, который предвосхитил будущее, как многие люди в ту эпоху. И он стал таким, по сути дела, художником современным. Сейчас он был бы просто контемпори-артист. По-другому его и не назовешь. Концептуалист, я бы сказал, музыкальный. — То есть он брал звуки, которые в музыке никогда не используются? — Дело тут не в том, что самая его известная штука — это симфония гудков, которая стала такой легендарной историей. И, в частности, она легендарная потому, что про нее никто ничего не знает. Ну, почти. То есть нету никаких, не то что записей, но и нот. А есть только какие-то отзывы, причем очень разные, о том, как это происходило, в том числе и его собственные. Для того, чтобы, кстати, про Аврамову узнать получше, а вообще про него стоит узнать получше, особенно людям, которые интересуются современным искусством, музыкой и саунд-артом, как раз у Сергея Юрьевича Румянцева есть, наверное, лучшая книга про Аврамова, которая называется «Арсновый» или какие-то там похождения... Забыл сейчас название. Главный из головок «Арсновый», потому что он подписывался как «Арс». И вот он, такая игра слов, как «Арсновый», «Арсновый». Вот. Эта книжка, мне кажется, еще доступна. Она была издана относительно недавно. И там про него очень много. Но в книге «Тишины» Аврамов является не главным персонажем, конечно, а просто я там обнаружил его, обнаружил там историю очень странную про даже, не знаю, как сказать, не моду, а какое-то повальное увлечение шумовыми пролетарскими оркестрами в 20-е годы. Слушайте, ну вот... В общем, какие-то удивительные вещи. Если посмотреть источники и библиографию, которой он пользовался, то это вызывает большое уважение, конечно, потому что он выискивал в периодической прессе такие вещи, на которые обычно музыканты, музыковеды вообще не обращают никакого внимания, потому что они находятся вне сферы вообще высокого искусства. А он как раз-таки музыкант и музыковед. Вот что интересно, что он, в общем, вышел сильно за рамки своих таких, ну, привычных, профессиональных, особенно если говорить про советского музыковеда, то это вот совсем не похоже на него. Ну, собственно, об этом мы сегодня и хотели поговорить. Напомню, что гость сегодняшней студии Пётр Айду, композитор и музыкант, поговорить о том, что мы говорим, вот музыка, и мы представляем себе одно, а что есть вообще какой-то звуковой мир, который тоже можно исследовать, обдумывать, смотреть, как этот звуковой мир изменился, что звуки на нас каждую секунду, вот мы говорим на радио, да, значит, это тоже большая часть звукового вообще фона, или не фона, или вообще мира, в котором мы живём. Как вы считаете, там, вот, тоже в этой книжке речь о том, что в XIX веке всё было гораздо тише? То есть, в принципе, всё было гораздо тише. XX век со своими возможностями звукозаписи, звуковоспроизведения, даже с появлением граммофона, даже с появлением громкоговорителя, с появлением радио, на котором мы сейчас и пользуемся, просто ворвался в уши человека и поменял его невероятно или нет? Что в голове произошло? Тут очень много разных факторов, это интересная тема, но я хочу сказать, что мне кажется, не стоит так однозначно судить об этом, потому что возникает такое клише о том, что как будто бы в XIX веке, или в XVIII, или в XVII было всё время очень тихо, а потом вдруг в XX стало очень громко. На самом деле, звук телеги с лошадьми гораздо громче, чем звук современного автомобиля. Намного. Поэтому, как вот тут судить? Смотря где, где-то было тихо, а где-то было очень громко. Сейчас как раз шум, например, меньше, чем 50 лет назад на улице. Просто по-другому звучит всё. Ну вот, например, наше метро, оно до сих пор ещё очень громкое. Вот если вы вспомните, как звучит метро где-нибудь в других странах, поминаете? Да, может быть, может быть. Хотя в Лондоне тоже, оно такое старое, что оно тоже ещё громко. Признаюсь, в Лондоне я не был, но вот во многих других местах, где такое современное унылое метро, а не такой роскошный сталинский ампир, как у нас, там не нужно прекращать разговор, когда подъезжает поезд. То есть это вот, это ещё остатки как раз прежнего. Вот, поэтому неоднозначная тут история. Есть свидетельство о том, что 17 или 18 века о том, что орган приходилось настраивать по ночам, потому что днём слишком шумно. Невозможно настроить орган в церкви. А что, все кричат? Все что? Ну, лошади. А, лошади? Не знаю, там, шум на улице. Шум, невозможно настраивать орган днём, только ночью. А нам кажется, что всё так тихо кто-то куда-то назначил. Да, поэтому это немножечко тоже такое клише. Во-первых, появление фабрик, ну, это на самом деле как раз 19 век, началось это всё тогда. Вообще индустрия и развитие всего этого автомобилестроения, конечно, изменило. Естественно, появилось, появилось, и у художников появилось желание как-то это осмыслить, вообще как-то использовать это как новую эстетику. И вот тогда появляется Абрамов, который пишет симфонию Гудков и прочее, прочее. Ну да, но он не то чтобы первый появился, да, то есть появился сначала итальянские футуристы, появились Луиджи Руссела. Там, кстати, в этой книжке мы вставили манифест Руссела, который был опубликован ещё до революции, ну, 13-й год, где он как раз, ну, говорит об этой проблеме, о том, что это за... Чём мы тут слушаем скрипочки, когда тут грузовик подскакивает на какой-нибудь колдобине и производит невероятный эффект звуковой. Ну, это надо читать, действительно, эту книжку, потому что там много-много очень... Она ещё хороша тем, или хороша, и вместе с тем и нехороша. То есть это вот как кому что нравится. Тем, что это, строго говоря, ну, это не научный труд, это скорее какое-то философское эссе, или же даже там очень много воспоминаний, каких-то личных впечатлений, каких-то рассуждений вокруг да около, которые постепенно создают такую, ну, такую среду, в которой какие-то вещи начинают осмыслиться по-другому. Да, замечательно вот это слово из книжки как раз «звукокосмос», который есть вокруг нас. Напомню, что мы говорим с Петром Айду, композитором и музыкантом, говорим о том, как менялась звуковая среда вокруг нас, и пытаемся подумать, что было в XIX веке и в начале XX. Но вот вы стали говорить о телеге, как шумно шла телега, а я стала думать о том, что просто количество звуков стало гораздо больше, что это какая-то масса, вот как мы говорим про информационный шум сейчас. Вот может быть телега одна, лошадь там одна или три, но это какое-то понятное соло такое, или, ну хорошо, там, квартет. Слушайте, в Москве в начале XX века трамваи шли с интервалом, по-моему, в 15-20 секунд. Классно. То есть, если посмотреть какие-то киноматериалы или фотографии, ну очень было шумно, конечно, было много народу. Ну то есть, опять же, смотря где. Смотря где и как, понятно. Хорошо, но вопрос в том, что количество звуков нарастает. Хотя, может быть, вы сейчас говорите, что сейчас уменьшается. Это как рейки европейские, например, которые были в какой-то момент когда-то чистые, потом страшно грязные, а теперь опять уже можно в районе купаться. А мы сейчас у нас с наушниками с шумоподавлением, значит, уже и как-то легче в метро ездить. Но вот все эти перемены, как они взлияют на восприятие человека музыки? И учитывает ли музыка сейчас то, что человек живёт в бесконечном каком-то воздействии шума? А сейчас, наверное, и в бесконечном воздействии музыки. Потому что со всех сторон какие-то джинглы, какие-то рекламы и просто поп-музыка. Как заставить себя слушать? Ну, естественно, всё меняется постоянно. Но, собственно, Румянцев исследует именно изменения того, как события XX века, революции, войны и вообще изменения вообще в нашей стране. Вообще эта книжка очень русская. Она, в общем-то, про Россию, про Москву в большой степени. И она затрагивает именно то, что нас волнует. Вот этот вот период истории, который мы постоянно его обсуждаем. И пытаемся осмыслить. И пытаемся осмыслить. Как это с нами произошло, да. Что же это случилось-то? Тогда, потом тогда, потом сейчас. И он просто рассматривает, как это изменило звучание окружающей среды. И, кстати, сказать, вот вы говорите о том, что сейчас из каждого угла чего-то несётся. Это да. Но, например, в XIX веке, да и это условно, да, в XIX веке, ну, вообще и в XX тоже, то есть вот в эту эпоху... До технической революции. Ну, условно говоря, люди постоянно пели. Например, рабочие, вообще любой человек, который делал какую-либо работу, у него были специальные песни для того, чтобы делать эту работу. То есть если грузчики, например, несут что-то, какую-то мебель по лестнице, они поют определённую песню. Я думал, что только девушки, чтобы ягоды не ели, пепели. И это тоже. Девушки поют своё, там, если человек, не знаю, гребёт вёслами, у него есть весельная песня своя и так далее. То есть это культура, которая полностью изжила себя. Мы сейчас вообще не поём. То есть для того, чтобы спеть, нужно какое-то над собой усилие произвести и понять, кому это нужно. Ну, выпить. Или же какой-то маркетинг произвести для того, чтобы это продать. Ну, то есть это не просто так. Вот просто так петь никто не станет сейчас, честно говоря. Тем более без микрофона. Некоторые люди даже на кухне, чтобы спеть под гитару песню, считают, что нужно поставить микрофон обязательно. Потому что просто как-то без этого как-то странно, честно говоря. Вот. Но вот это изменение, конечно, кардинальное. Оно прямо, мне кажется, резко... Ну, что-то изменилось в головах, да? Что-то поменялось. Почему вот раньше все пели, а теперь никто не поёт? Мне кажется, что человек будет мягче, если он много поёт. Ну, а с другой стороны, нельзя сказать, что люди были мягкие, честно говоря. Душой мягче. Ну, не знаю. Как композиторы реагируют на это? На вот увеличение количества вообще звуков, вот этого звука космоса? И как это отражается на музыке? Есть ли здесь соотношения? Конечно, какое-то есть, но не впрямую, конечно же, потому что музыка и окружающие звуки – это совершенно не одно и то же, да? И то, и то является колебаниями воздуха, но это совершенно не означает, что это похожие или даже близкие между собой вещи. Но, опять же... А в чём разница? Разница в том, что музыка – это выстроенные звуки? Музыка – это такое искусство специальное, а звуки – это то, что происходит вследствие каких-то действий, само собой. Оно не может не происходить, потому что, если вы подвинули стул, то это слышно. Если вы захлопнули дверь, это тоже слышно, но это не музыка. До тех пор, пока вы не опубликовали запись с этой закрывающейся дверью и не сказали, послушайте, как это классно звучит. Разве здесь композиторов ещё так не сделал? Да, конечно, сделали миллион раз. Просто в этом есть разница, тем не менее. Принципиальная. Всё-таки окружающие звуки – это не музыка до тех пор, пока мы их не рассматриваем таким образом. По крайней мере. Пётр Айду, композитор, музыкант у нас в студии. Мы говорим о том, что... О звуках вокруг нас, о том, из чего делается музыка и так далее. Вот раз уж я спросила, из чего делается музыка, но ведь XX век и XXI век, очевидно, расширили границы того, из чего может состоять музыка. Не только из инструментов симфонического оркестра. И авангардисты 20-х годов, которых мы уже здесь упоминали, тому доказательство, нет? И футуристы. Ну, безнадёжно расширил, я бы сказал даже. Безнадёжно? Ну да. То есть можно всё, что угодно использовать? Конечно, да. Сейчас можно использовать всё, что угодно. И вопрос только, какова цель, для чего это нужно и почему. Я лично для себя выбрал такой подход, который я назвал условно фонореализмом. То есть я использую окружающие звуки как материал для музыки. Ну, это очень краткое описание. Про это можно много говорить. Но в целом действительно так. То есть в этом смысле книга Сергея Румянцева действительно оказалась для меня очень важной. Потому что в большой степени она меня как-то сподвигла на этот путь. Потому что, честно говоря, в какой-то момент мне показалось, что реальность интереснее выдуманного. Знаете, как документальное кино иногда бывает художественнее, чем художественное. Да? И чем дальше, тем больше. Да. И вот здесь немножко такая же история для меня. Я в какой-то... Поскольку я всю жизнь занимаюсь музыкой и её воспроизведением, скажем так. В какой-то момент мне вдруг стало не очень интересно слышать, как какой-то человек составил какую-то звуковую композицию, каким образом он это сделал и так далее, и так далее. А мне гораздо интереснее стало обратить внимание на то, что происходит в звуковом мире на самом деле, в реальном. А дело в том, что мы хоть и слышим это постоянно, но мы не слушаемся в это, потому что для нас эта информация является вспомогательной, она редко доходит до сознания. Мы когда слышим звуки окружающие, мы их не отслеживаем осознанно, а это скорее сигналы, которые определяют наше поведение. То есть сигналы безопасности, или это просто нам мешает. Да, или это нам помогает, или это способ ориентироваться в пространстве. И человек, как правило, не эстетизирует эти вещи, не обращает на них внимания. Ну, конечно, не всегда. Каждый человек иногда к чему-то прислушивался и на что-то обращал внимание. Но в целом, конечно, нормальный человек, он просто живёт с этим, и всё. Но мне стало интересно, как музыканту, отнестись к этому несколько иначе. И в этом смысле вот эта книга дала мне много каких-то идей по этому поводу, которые потом, по прошествии многих лет, стали как-то реализовываться. А давайте послушаем что-то из ваших работ, и потом, может быть, успеем обсудить, из чего это сделано, и почему то или иное важно, чтобы появилось здесь. Эта пьеса называется... «Антропоцимфония». «Антропоцимфония». Да, это надо, видите, долго учиться, уговариваться. «Антропоцимфония», да. И два фрагмента из этой пьесы Петра Айду мы сейчас послушаем. «Антропоцимфония». Продолжение следует... 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 И что, ты с большим интересом воспринимаешь, что происходит в городе? Слушайте, это вообще к городу не имеет никакого отношения. Это скорее, тут другая, если говорить о философии, то здесь другая задача. С одной стороны, она очень простая. Это просто картины, но звуковые. С другой стороны, это на самом деле те звуки, которые меняют нашу жизнь кардинальным образом. Но мы их никогда не слышим. Мало кто попадает, скажем так, на действующий завод или фабрику. А тем не менее, как я уже говорил, мы все пользуемся пластиковыми бутылками. Мы все пользуемся всем. Вообще мир, который нас окружает, давно уже... Мы уже давно потеряли над ним контроль. То есть мы не в состоянии, в отличие от старой культуры, где человек, в принципе, мог все, что его окружало, он мог сделать сам. Сейчас мы живем в таком мире, что мы даже не представляем себе, как сшита одежда, в которую мы ходим, потому что мы даже не знаем технологий и материалов, и как это вообще сделано. Это скорее на эту тему. Почему это называется антропоцинфония? Потому что это от слова антропоцен. Антропоцен – это геологическая эпоха, в которой преобладают, боюсь сказать что-нибудь антинаучное, преобладают следы человеческой деятельности, так скажем. Вот. И, ну, собственно, это призвано, что вот эта эпоха, в которой мы сейчас живем, когда даже при извержении вулкана можно найти какой-нибудь предмет, произведенный человеком. То есть мы уже настолько вросли в эту землю, что она уже глубоко наполнена нашими какими-то... Ну, в общем, тут есть о чем подумать, естественно. С одной стороны, тут затронуты какие-то общечеловеческие проблемы, но с другой стороны, это просто звуковые картины, которые любопытно послушать, потому что, на мой взгляд, это просто красиво. Мне тоже так кажется. Петр Айду, у нас в студии. Мы говорим о шумах, музыке, звуках космоса, которые нас окружают. Я хочу спросить вас. Вот бывает ли, что наверняка ваше профессиональное ухо в городе или где-то выцепляет какие-то звуки, я не знаю, приятные, интересные звуки, на которые вам хочется обратить внимание. Я не имею в виду птички, хотя птички – это тоже важная вещь. Все разные, и их совсем уже нет, и мы по ним скучаем в городе. Что вы слышите и вдруг думаете? Класс. Да, такое случается, конечно, но я думаю, что это случается практически со всеми. Ну, вы-то что слышите? Профессиональный композитор. Да. Ну, это какие-то неожиданные могут быть вещи совершенно, и, как правило, они скользают очень быстро. Вот проблема работы со звуком заключается в том, что его очень трудно булавкой приколоть. Он моментально исчезает. А какие ваши любимые звуки в Москве? Вот, например, то же самое метро. Вот я обожаю разгон поезда метро, или как он тормозит. Для меня это какой-то признак стабильности. Я слышу этот звук больше 40 лет, а метро, к счастью, не меняется. Я еще помню... Ну, немножко меняется, кстати. Новые вагоны, кстати, они стали совершенно дико... Вы заметили, что у них тормоза плохо смазанные? Они ужасно свистят. Свистят. Так, что в зубах зубы сводят. Свистят, это правда. Да, как будто раздавили тысячу крыс. Такой звук жуткий совершенно. Вот. Но вот этого грохота от старых поездов, его стало меньше в новых. Они уже больше похожи на европейские. Вот, и там слышен такой электрический какой-то звук. Когда он выезжает из тоннеля, приближается к станции, все равно это как-то по-старому. А помните ли вы звук, как пятачок, который вы опускаете в турникет, как он падает, другие пятачки? Ну, сейчас вы меня просто опозрили, потому что выясняется, что вы гораздо тоньше воспринимаете окружающую среду, Нет, я просто старше, Петр. Я просто старше, да. И эти пятачки еще... Нет, простите, пожалуйста. Я не знаю, честно говоря, я старше у меня или нет, но пятачки-то я помню очень хорошо. И аппараты, которые меняли 20 копеек, 15 копеек, 10 копеек на пятачки, куда они сидели, кстати, интересно. Их же, посмотрите, сколько их было вообще. Переплавили. У кого-то, наверное, есть в коллекции. Кто-то дома сидит и разменивает пятачки так. Как старые советские игровые автоматы. А это такая медитация могла бы разменивать 20 копеек, да. Так на что вы советуете обратить внимание вообще в городе? Слушайте, я, конечно же, ничего не советую совершенно. Я даже не думаю, что в этом есть какая-то необходимость, что ли. Мне кажется, что это скорее такое... Ну, с одной стороны, какое-то исследование окружающей среды. Оно бывает интересно некоторым людям. А с другой стороны, ну, какое-то поэтическое чувство, когда вы какой-то звук воспринимаете не просто функционально, а уже как какое-то событие, которое непосредственно вас трогает эмоционально. Да. Так что это где-то находится на пересечении этих вещей. Вот. Я думаю, что, конечно, для того, чтобы слушать музыку, в принципе, ну, нужна какая-то культура вслушивания в происходящие звуковые события. Потому что без этого, на самом деле, никакую музыку слушать невозможно. Ну, только такую, которая имеет сугубо функциональное значение, которая может быть там фоновая или танцевальная, или, ну, вокальная, в конце концов, песня, да, где текст важнее, на самом деле. А если говорить о чистой музыке, как об искусстве, которое можно воспринимать абсолютно в чистом виде, без текста, без какой-либо функциональности, то, конечно, для того, чтобы слушать такую музыку, нужно уметь, ну, достаточно долго погружаться в звуковые события. В этом смысле, конечно, окружающая среда может научить чему-то. Другое дело, что, может быть, не каждому это вообще нужно. Я совершенно на этом не настаиваю. Был ли какой-то город, который своим звуковой инаковостью произвел на вас впечатление? Может быть, в Японии, или в Латинской Америке, или в Перми, которую вы упоминали? Нет, в Перми мало чем отличается. Ну, вот то, что происходит на производствах, действительно отличается очень сильно. Просто поразительно. Это как такие подземные какие-то явления, которые не видны никогда, но при этом имеют большое значение. Я хотела еще спросить про тишину. Вот напомню, что импульсом к нашему разговору с Петром Айду стала книжка, в составлении которой принимал участие Петр Активный. Написал предисловие книги Сергея Румянцева, книги «Тишина и звуковой образ города». Как люди сейчас относятся к тишине? И что для вас тишина? Вот вряд ли это просто ноль, ничего, ничто. Музыка по-другому уже относится сейчас к «Тишине» после, не знаю, там, произведения Кейджа, когда его произведение состояло из тишины. Да, действительно, этот вопрос интересный. И, собственно, Сергей Румянцев об этом много пишет в этой книжке, рассуждает о том, что же такое тишина, то есть есть ли это абсолютная пустота или же нет, и вообще как это воспринимать. И, кстати, он приводит, интересно, много синонимов слова «тишина» в русском языке, которые были и исчезли. То есть сейчас практически кроме слова «тишина» другие слова не используются, а на самом деле было много. Но это значит, что и тишины стало меньше? Это как у якутов, например, много снега. Во всяком случае, стало меньше вариантов тишины, стало меньше, действительно, это правда. Что для вас тишина? Я не знаю. Дело в том, что я редко оказываюсь в ситуации тишины, и более того, когда я нахожусь в тишине, то фон мыслей и внутренних разговоров практически никогда не стихает. А на самом деле, конечно, тишина важна для того, чтобы переключиться, для того, чтобы что-то осознать. Пётр Айду на студии. У нас будет ещё несколько минут в конце часа, чтобы закончить нашу беседу. И я надеюсь, что ещё достанет времени услышать фрагмент музыкального произведения композитора Петра Айду. Это программа «Собрание слов». У меня в гостях Пётр Айду, композитор, музыкант. И мы говорим о шумах, о звуках, которые нас окружают, о звуковом образе города. Мы послушали фрагмент вашей звуковой картины из «Антропоцимфонии», спектакля, который идёт в Школе драматического искусства. Я хочу спросить вас, где происходит интересная жизнь таких звукового арта и вообще звуковых картин? Насколько современный театр откликается на это? Или, например, в кино вам кажется, что происходят интересные вещи? А может быть, и в кино, и в театре музыка оказывается всё-таки служебной относительно каких-то других задач, которые ставит режиссёр? Да, это прекрасная тема. Мне есть что сказать по этому поводу. Давайте. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, музыка и в театре, и в кино выполняет служебную роль. Но интересно, что для меня, например, театр стал сценой и площадкой для именно чисто звуковых работ, чисто музыкальных, таких как «Звуковые ландшафты», «Антропоцимфонии». Потому что это в спектакле вроде как, но на самом деле это чисто музыкальная работа. Там нет ничего, кроме звуков, кроме музыки. Всё остальное как раз-таки является служебным. То есть и свет, и действия артистов, они все связаны просто с необходимостями звуковыми. Поэтому так оказалось, что иногда, скажем так, я прислуживаю театру, а иногда театр прислуживает мне. Ну, не мне, а музыке. И театр, современный театр, так сложилось, что он открыт в смысле жанра, жанров абсолютно во все стороны. То есть на сцене театр сейчас может произойти всё, что угодно. В то время как на сцене музыкальной всё очень регламентировано. И очень сложно что-либо сделать не по плану, не в том жанре, в котором положено. То есть каноны очень сильные. Каноны очень сильные. Причём это касается любой сцены. Это может быть поп-сцена. Понятно, что там происходят определённые есть каноны, по которым нужно действовать. Но и интересно, что и на авангардной сцене тоже есть очень жёсткие каноны, за рамки которых нельзя тоже выходить. Регламентированный авангард. То есть всё регламентировано всё. А в театре вот так счастливо сложилось, нет на самом деле таких регламентов. На самом деле в театре может быть всё, что угодно. В кино как раз ситуация другая, поскольку это более коммерческий жанр, то мне кажется, что музыка в кино, ну, в этом смысле вещь безнадёжная. А вот театр, наоборот, для меня всегда был возможностью и работа с разными режиссёрами и разными спектаклями всегда для меня являлась хорошим полем для эксперимента и возможностью попробовать какие-то новые вещи. Вот сейчас, например, мы ставим спектакль «Человек без имени» в Гугл-центре, для которого я сделал специальный инструмент, объект, который состоит из механизированных фортепиано, которые уже перестали быть фортепиано, а это скорее какие-то странные такие перкуссионные инструменты, которые управляются компьютером. И всё это сделано специально для спектакля. И если бы не было этого спектакля, я бы, наверное, не стал бы этим заниматься даже. Ну и ещё важный момент, что театр — это своего рода фабрика. Это такая штука, в которой есть разные цеха, разные люди, разные специалисты. Там всегда можно найти способ решить какую-то задачу. В консерватории невозможно, не знаю... Механизировать фортепиано. Что-нибудь, да, просверлить дыру в рояле, просто некому это сделать. Нет, просто консерватория и рояль — это святое. Кто же вам позволит-то? Нет, ну рояль — это святое, конечно. Да. Скажите мне, а вот ваше увлечение восстанавливать аппараты, аппараты, которые шумовое оформление в театре делают. Для чего вам это нужно? Вы пытаетесь из них какие-то новые звуки получить? Ну, как ни странно, я, в общем-то, пытаюсь из них получить старые звуки. И мне этого вполне достаточно, потому что это целый набор инструментов, которые были сделаны для воспроизведения различных звуков и которые носили сугубо служебный характер, опять же, прислуживающий. Тут нужен гром, тут нужен дождь. Да, здесь ветерочек подул и так далее. И всё это постепенно ушло в небытие в связи с развитием электроакустики. Да. И благодаря тому, что это исчезло из вот этого вот цеха звукового оформления театра, я теперь могу использовать это как полноценный музыкальный инструмент совершенно отдельно от каких-либо задач. То есть такой оркестр можно сделать? Собственно, мы это и сделали в спектакле «Звуковые ландшафты». В общем-то, 80% инструментарий – это была старая театральная машинерия. Ну, и ещё 20% каких-то инструментов специально сделанных или традиционных. Но в основном это как раз было всё построено на этом. И надо сказать, что это очень перспективная, ну, с моей точки зрения, история для современного искусства. Будете писать для такого состава инструментов? Обязательно. А сейчас давайте послушаем пьесу для перестроенных фортепиано, да, Пашу? Собственно, она не имеет никакого названия. У неё было название «Эпизод 12». Опять же, это было связано с тем, что это была часть большого проекта, который должен был прозвучать в московском метрополитене под Новый год. Но так это и не произошло, а пьеса осталась. Спасибо большое, Пётр Айду, композитор, пианист, преподаватель Московской консерватории. И в завершение эпизод номер 12. И напомню, что сегодня мы ещё говорили о замечательной книге Сергея Румянцева, книга «Тишинный звуковой образ города», которая вот только что вышла её второе издание в издательстве «Баслен». «Тишинный звуковой образ города» «Тишинный звуковой образ города» «Тишинный звуковой образ города» «Тишинный звуковой образ города» Собрание слов Фёклы Толстой Еще больше подкастов на